Пакостить не нужно, то есть и пакостить не нужно, потому что результат потом будет плачевным чревателем. Ну конечно, пакостить это всегда нехорошо, это естественно негатив и карма и тьма. Мы же говорим с Вами о свете, о позитиве, о помощи людям. Инесса, расскажите, пожалуйста, какие-нибудь хорошие ритуалы, вот если, например, ребенок испугался и начинает всего бояться, что бы Вы порекомендовали в таком случае? Таким образом, вообще желательно, конечно, с испугом, если работать, то нужно обязательно обращаться к мастеру, потому что, ну, разнообразные есть именно ритуалы, которые есть ритуалы, которые на руку, как говорится, отчитываются, есть ритуалы, на домашнее яйцо откатывается, и есть ритуалы, которые выливаются воском. Да, а в домашних условиях это, ну, оно можно сделать, но нет силы, как говорится, мастера. Ну а что бы Вы именно порекомендовали? Значит, по испугу, конечно, желательно в первую очередь вот именно есть, ну, найти, как говорится, есть молитвы от сглаза, есть желательно в первую очередь вот именно есть, ну, найти, как говорится, есть молитвы от сглаза, есть вот именно заговоры от сглаза, чисто почитать. Но в первую очередь, когда нужно вот это читать, надо почитать обязательно молитву «Символ веры», «Отче наш», «Отче наш», «Богородица», и потом вот именно от испуга, ну то есть как бы заговор или там молитву. Обязательно прочитать «Богородица, Дева, радуйся», обязательно, обязательно «Довоскреснет Бог» три раза прочитать «Богородица, Дева, радуйся» и «Любовь» именно от испуга заговора. То есть, ну то есть как бы их много достаточно, там, к примеру, переполох-переполох, выйди за порог, то есть вот такого плана нужно, или плюс еще как испуга, ну то есть оно берется как испуга, как из глаза, там уроки-уроки, ветряные, водяные, ну то есть и так далее. То есть вот такого, в таком образе. Ну если надо, я в принципе много это вам скажу, но я думаю, что нужно в принципе забить, забоглить и люди… В принципе забить звучит крайне интересно. Забивать мы не будем, мы все-таки, наверное, будем рекомендовать нашим уважаемым специалистам с такими моментами обращаться к специалистам, вот, таким как вы и Несса. Я еще раз хочу напомнить, что в нашем абсолютно прямом эфире звучит радиостанция «Сан-Гейтс», передача «Терра-Инкогнито», телефон нашего прямого эфира 847-226-9956, 847-226-9956, и у нас в гостях замечательно Мака Экстрасенс, Инесса из Стольного Града, Минска. Инесса, хотелось бы… Нет, хотелось бы еще сказать, потому что когда, если будут в домашних условиях делать, то есть вот именно, чтобы с чередованием вот именно давали, как бы в три этапа. Вот именно нужно, да, на убывающую луне, это обязательно, потому что, ну, и когда я буду чистить, никому про это ничего не ладно, ничего не давать. Ребенка тоже нужно сбрызгивать. Ну, то есть, кроме того, что они дают попить, так вот будут давать пить. И ребенка можно вот именно этой наговоренной водой вот именно тоже сбрызгивать. То есть, это можно просто как отчитку сделать, можно наговорить на воду, чтобы это тоже узнали. Я еще хотела тоже, ну, как бы по ритуалам сказать, если даже кто-то будет вот именно что-то, какие-то ритуалы делать, да, в первую очередь, я думаю, что много кто знает про ритуалы, то, что делаются, ни в коем случае нельзя говорить. Потом нельзя… Что нельзя говорить? Рассказывать про то, что вот именно, ну, человек что-то делает. Ни в коем случае нельзя давать из дома, да. Если свечку зажигать, то только желательно, конечно, зажигать ее спичками. Потом еще, как бы, значит, спиртное ни в коем случае, как бы, не употреблять. Это тоже обязательно, если делается какой-то… Перед заговором? Нет, потом, потому что заговоры, они разные, они делаются, ну, на много времени, ну, то есть, как бы, там, на неделю, на месяц. И когда делать вот этот ритуал, нужно ни в коем случае, то есть, чтобы никто не отвлекал, то есть, чтобы в доме не было, там, собаки, телефон не звонил, ну, то есть, таким образом. Имеется в виду. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова